всем привет дорогие друзья с вами паник сегодня у нас сегодняшнего дня вводится новая рубрика под названием эксперименты виктория 2 это довольно думаю думаю что довольно интересная будет рубрика она будет нести в себе много полезного интересного ну и собственно давайте сначала перед тем как мы продолжим я все вам кратенько расскажу в общем друзья знаете в этом в экспериментах вообще будет проводиться так смотрите первое мы будем сначала рассматривать вас с вами историю в реальном в реальной жизни в реальной истории как это было рассматривать что привело к чему привело там например то 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 как отделилась там что происходило дальше и так далее и второе мы будем с вами пытаться эту историю переписать уже виктории 2 в heart of darkness в хронологическом моде итак давайте перейдем к истории сегодня мы возьмем с вами как вы уже догадались по названию мы возьмем с вами техас и техаску республику техасская республика это государство северной америке которая подсуществовала ну бывшие государства северной америке которая подсуществовала с 1836 года по 1845 год это 9 лет довольны я думаю что немного но и немало согласитесь друзья республика техас образовалась в результате войны за независимость северо-восточного региона мексики она отделилась от мексики в 1836 году а в 1845 году был прекратила свой сова существование потому что было аннексировано сша и получила в качестве названием получила свой статус в качестве штата соединенных штата сша и так давайте теперь перейдем непосредственно к быстрой истории я расскажу в чем чем как там что происходило к середине 830-х годов диктатура президента антонио санта санта анны в законе мексики привели к тому что государство оказалось на грани распада территории техаса юкатана вывез выразили согласно конституционному праву желание отделиться хотя и друг в качестве других причин называется то что техасцы были недовольны введением конституции в мексике 1835 образца 1835 года и отмена рабства в мексике и так это конкретно причины и 1836 году была принята конституция подтверждающая право рабовладением и техас был провозглашен республикой президентом и предводителем техасского восстания стал ведома что наверно может слышали знаменитый сэм хьюстон и давайте по три даты выдали выделим конкретно от вот этого провозглашение независимости техаса после провозглашения независимости техаса выделим с вами три основные даты 2 марта 1836 года получила независим техас получил независимость откололся от мексики 29 декабря 1845 года произошла аннексия техаса соединенными штатами америки и 19 февраля 1846 года передать произошла передача власти ну что это была история теперь перейдем непосредственно к самому эксперименту и так дорогие друзья мы непосредственно находимся в самой игре и собственно у нас на момент 1 января 1836 года в игре идет война война с мексиканским государством вы знаете то что вот просто сомнений нет да что они нас в несколько раз несколько тысяч раз сильнее даже не побоюсь этого слова тысячи так вот я надеюсь что нам удастся как-то поменять хоть истории хотя друзья знаете я вижу несколько вариантов возможных дальнейших исходов событий то есть видите здесь у нас может практически можно сказать без выходной ситуация то есть мы можем погибнуть от рук мексиканцев то есть нас снова оккупируют и присоединят успешно к техасу вы простите техасу к мексике так у нас армс в армии в количестве 9 тысяч человек в распоряжении не я отдам приказы наверное наступать на провинции мексики хотя я не уверен друзья то что мы выжимы с вами есть потому что у армию мексиканцев довольно большая даже спорить не надо мы убираем сами наверное так повышаем пошлины и убираем сильно большие затраты социальную сферу мы полностью убираем управление уменьшаем так налоги максимальные стоят значит надо убрать оборону так социальную сферу управлением убираю тогда все и оставляем только оборону потом экономика уже сама по себе нормально растянется в общем разработается так мы можем провести следующие реформы на реформа не мы не будем проводить так как это чисто экспериментальная набег на гарнизоны началом техасской войны за независимость повстанческие войска смогли атаковать несколько мексиканских горизонтов гарнизона простите это представила техасской армии необходимые средства отлично так и вообще друзья думаю что об стоп 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 теперь друзья надо собирать армию идти отвоевать ларидо я думаю вообще друзья что смыслом вот эту серию я думаю смысл был снимать для того чтобы посмотреть как ну допустим изменить эту историю чтоб мексиканцев напрячь и не быть независимыми от сша так и направляем нашу с вами с армию в сан антонио вам бы только друзья на помириться с мексиканцами потому что они на нас очень злых они нас ненавидят и пытаются нам всячески отомстить делаем время побыстрее 16000 я думаю что можно американцы попросить но навряд ли они включатся в войну они не примут это предложение ну что ж они отказались заключенными союз и мы проиграли бой 13000 солдат 14 тысяч уже солдат мексиканских войск уже наступают на ларидо а рэда не знаю и нам надо бы здесь создать друзья такую своеобразную линию обороны чтобы не дать мексиканцам продолжать буйствовать нашей территории можно постараться напрячь хотя бы тремя тысячи армии солдатами из сан антонио вообще друзья я вижу 22 выхода из войны первое я вижу да в принципе я вижу два выхода без войны вот этой первое с помощью того как сша включится в войну если будет конечно не включится войну вмешается в этот конфликт тогда она будет в два раза в легче выживать потому что видите у нас армия вообще не больным вообще может сказать армии нет какие-то тут фигнюшки пытаются нашу оборонять солдатик какие-то попытаются оборонять нашу державу славную техасскую и второе использование чит-кодов но если бы я использовал чит-кодов чит-коды то смысла бы записывать просто не было сша решил вмешаться конфликт друзья это нам огромный плюс американцы нам помогут выживем поэтому я стопроцентно уверен и у нас был наш было проигран проигран был была проиграна битва проигран бой фальпасо также проверяли мы в сан антонио и отступаем к наш к нашей столице кости ну здесь мы возможно под подкорректируем силы такие выбираем рабство мы не будем ничего а еще раз я же говорил сам друзья то что я собственно записываю как провожу перри артель альтернатив альтернативе тизацию вот в общем альтернативное дело историю стараюсь так у нас есть одно решение друзья просьба статусе учитывая наше положение на североамериканском континенте также традиционную культурной связи соединенным штатам америки положительный ответ на нашу просьбу весьма вероятен это означает что страна наша наша страна войдет состав соединенных штатов америки так пока мы терпим крупные поражением американцы пока не стремятся нам помогать хотя вон едет идет едут войска американцев хьюстоне так они нам помогут они вступили бой с антонио мы наверное тоже поможем потому что что мы бог нет но уже не поможем потому что мужа поздно и американцы представляют нам свои войска свои силы и нас атакуют в остине нашей столице мы скорее всего проиграем данный бой хотя мы не стремимся пока сдаваться вижу надо подождать когда американцы приедут вот тогда уже можно будет издаться нет мы проиграли да мы проиграли пусть и не на в остине так американцы я думаю что нам помогут они как раз во время они сейчас накопрегут те войска которые находятся в остине мексиканские и скорее всего мексика на мексик мексиканские войска проиграли бой и так трубочисты мы убираем все убираем и войска американские войска в остине идут на лобок чтобы от отвоевать его от мексиканских войск американцы уже здесь прошли залпом таким бою это американцы отвоевывать для нас территории подарки делают так можно сказать ну конечно зря они у нас сейчас бросают потому что мы скорее всего проиграем если они не придут во время все мир на друзья 1 марта 1837 года мир мы отделились успешно от мексики и нам в нашу войну вмешался американский контингент и контингента американская сторона она нам очень помогла теперь мы можем расформировать свое государство и собственно я наверное сейчас делаю время побыстрее друзья мы крутим время с вами до 1845 года чтобы посмотреть удастся ли нам дожить до этого года то есть посмотреть что можно сделать как жить независимыми от всех держав и собственно наверное мы с вами будем сейчас продвигать про мексиканскую политику будем улучшать с ними отношения будем дружить друзья 8 февраля 1846 года на нас на носу ну уже как бы наступила и вы посмотрите мы до сих пор независимы поэтому я думаю что в реальности если произошло вот это присоединение техаса к сша то только по по воле самих мексика техаса простите уж оговариваюсь по воле самих техаса произошло это присоединение к американцам потому что видите здесь решение просьба статусе соответственно если мы это нажмем кнопочку здесь то техас присоединится к сша и соответственно наша игра с вами завершится при этом мы пойдем в состав соединенных штатов америки в качестве штата и так подведем итоги в каком-то смысле друзья у нас с вами получилось переписать историю то есть мы до сих пор остаемся техас остался независимым государством виктории 2 но знаете он качается на эту другую то в разную сторону в разные стороны то в одну то в другую сторону то есть я не виду это и мексика и соединенные штаты америки каждый проводит свою политику пытается привлечь в свою сферу техас поэтому я говорю у нас с в каком-то смысле получилось переписать историю конечно американцы вмешались в эту войну и я знаю то что в самой виктории 2 без этого никуда то есть там они хоть как поверни но они американцы вмешаются в войну вот так у нас и получилось с вами неплохой выпуск я думаю друзья ну что я думаю что вам понравилось ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал будет еще много интересного и интересных выпусков такого плана и